Получается полный ремонт вместе с раздевалкой. Там тоже срамонтируют все. Среди всех ныне существующих школ самые масштабные ремонты развернулись во второй школе. В большом спортивном зале сделали новое покрытие, осталось нанести разметку. В малом спортивном зале идут малярные работы и покрытие пола. Капитально ремонтируют пристрой к спортивному залу и столовой, а также проведут ремонт фасада. Не обошлось и без замечаний к подрядчику глава города попросил заменить покрытие на балконе над главным входом. Он из жидкой крошки, он его здесь скатает, как на стадионах дорожки. И тут всегда вода будет держаться. Все спортивные залы в городе ремонтируют в рамках краевой программы по развитию спорта. Также новые залы увидят ученики Орлинской школы, а также 11, 24 и 1, где, к слову, ремонт уже завершили. С проверкой посетили и новый строящийся детский сад на правом берегу. Вопросов здесь нет. Детсад такой уже работает здесь в микрорайоне Любимов. Один в один проект тот же самый. Сейчас мы вносим данный проект в российский реестр типовых проектов, как экономически выгодных и реализуемых. Садик планируют сдать к концу этого года. Большие строительные работы уже завершены. Внутри смонтировали перегородки, сейчас идут отделочные работы и прокладка коммуникаций. Завтра приступят к монтажу теплых полов и чистовой отделки. Такие же сроки предъявляют и к новой школе. Мы будем ожидать сдачи открытия этой школы и будем готовы зайти в нее хоть сначала второй четверти, хоть сначала третьей четверти, хоть сначала четвертой четверти. Мы хотим, чтобы дети в этом году учебном уже то, что предполагает эта школа инженерия, с всей начинкой, чтобы они почувствовали, попробовали. К слову, только оборудование в этой школе закупили примерно на 70 миллионов рублей. Здесь будут лаборатории, робототехники, электротехники и другие. На сегодня сданы тепловые сети, ведется монтаж воздуховодов и противопожарного оборудования, делают стены для интерактивных досок. Также устранили недочеты после аварии в районе будущего бассейна, убрали негодные элементы, поменяли технологию заливки балок. Будут заливать верхние балки, они 1800 высотой и метр шириной, они огромного веса. То есть они эти нагрузки уберут. И сейчас технологию поменяют, но я думаю, что в августе месяце они закончат полностью все перекрытие, а дальше уже надо будет там поднять бассейн. Сейчас идет подбор персонала в новую школу. Работают программы по привлечению кадров. По словам Игоря Антонова, они будут не только из нашего региона. Елена Силакова, Дмитрий Воронушкин. Новости Верхнекамья. Дмитрий Воронушкин. Новости Верхнекамья.